Лесяна нора совсем недавно была здесь. Если обратить внимание, там, видимо, свежий след. Но она, видимо, подошла, посмотрела и снова залезла к себе в нору. Погода не очень, и лиса тоже отдыхает. Территория республиканского биологичного заказника Днепросожский коля 15 тысяч гектаров. Директор Владимир Дзержинский ведая, сдается каждый километр, где можно убачить диких живел, а дзе редкие рослины. Их тут, до речи, 660 видов, хоть эта лечба может быть и недокладной. Практично, что год тут находятся новые виды. Это штучится и тех же мотыльков, причем некоторые из них вельми редкие, их навык не мау в нашей червоной книге. Недавно тут убачили пяструшку сапфо. Лечилось, что на территории Беларуси она возникла больше, как 100 годов тому. У этом годе новых мотыльков директор заказника правда не бачил, зато я знайшов новую птушку – черноголового сибирского чакана. Луговый вид у нашей краине хоть и достатково редкий, а левя домы. А восьпевчих чаканов, які живут на древах, сдается, никто не бачил. Он где-то здесь обитает и очень часто встречается. Поэтому я и посмотрел и по каталогам, и по фотографиям, и посоветовался с орнитологами. Орнитологи точно сказали, что это сибирский черноголовый чакан. Днепр-сурский заказник створен на приконцы минулого 100 годзя для захования редких видов рослин, мотыльков, рыбы и живел. За минулый час отрымалось знайсти и взять по дахову целый широк новых видов. Але директор заказника Владимир Дзержинский переконаны. Вядомы спись неполны. Потребны додатковые доследования новуковцев. А пошни одаречи, заявления новых процедуников флоры и фауны не выключают. У нас очень много новых видов, таких как горная тресагузка, овсянка малая, тоже они не встречались у нас. Поэтому да, это заинтересованы изменения климата, изменения потепления, изменения бурей и так далее. То есть оно несколько влияет на видовой состав. И кроме того, немножко отселение происходит. Ариал-то расширяется, поэтому возможны новые виды, заселение новых видов. В основном только вот такие виды. Но наши старые виды, они не встречаются уже. Дрофу мы давно уже не видим на территории Республики Беларусь. Зараз на территории Днепросожского заказника дейничают с некольки экотуристичных маршрутов. Подчас экскурсии можно убачить редкие, изникающие виды рослин и живел. У ближайший часу маршрут уключат ящий и помник природы – 270-годовый дуб. И он уже узят и подахову работниками заказника. Худка повинна заявиться и ответная постанова райвы Канкама. Будет принято решение исполкома. Сейчас мы его, как вы видите, уже огородили. И это будет сюда водиться как экскурсии, так и любые туристы, любые рыбаки могут наблюдать этот красивый, очень ветвистый и замечательный дуб. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Евген Макеенко, телерадиокампания «Гомель», Лоевский район.